приветствую всех и добро пожаловать на видео гласно с анализом рынка сегодня мы посмотрим на очень интересный инструмент который только что выпустили который создан для выявления экстримумов в рынке биткоина это святой грааль который многие ищут самые большие верха и самые низы рынка и конечно есть инструменты которые вы можете использовать отдельно или совместно с другими чтобы такие моменты определить данный инструмент был создан смысле об объединении всех этих показателей результатов и это достаточно похоже на то что мы смотрели в объединение результатов на вот этом инструменте когда мы изучали восстановление биткоина с медвежьего рынка где мы наблюдали восстановление распространенности возвращение ретабельности по различным секторам рынка биткоина используя очень данные и здесь мы будем также использовать аналогичный концепт объединения различных показателей рынка биткоина и, совмещая их все вместе, пытаясь определить, где мы находимся с точки зрения экстремумов, а также применяемой методологии. И когда мы смотрим на данные ончейн, она в глубокой степени объясняет нам, что происходит с точки зрения инвесторов. Я постоянно об этом повторяю, но даже с учетом поведенческой модели инвесторов, есть несколько категорий, на которые мы смотрим в отдельности. Это ончейн активность, прибыли и убытки, продолжительность жизненного цикла. У нас целый набор мощных инструментов, которые мы можем использовать, чтобы оценить, что происходит на поверхности. В итоге эти инструменты нам показывают следующее. Оранжевым цветом представлены периоды, когда рынок был действительно перегрет. Здесь мы видим множество поведенческих паттернов, что обычно характерно для вершины рыночного цикла. И аналогично синим представлено противоположное поведение инвесторов, когда происходят противоположные события. Присутствуют ли характеристики, в большей степени описывающие глубокие медвежьи настроения. Так что мы с вами объединим четыре достаточно популярные, но в недостаточной степени используемые модели, добавив немного статистических инструментов, чтобы увеличить степень уверенности в том, что мы делаем, получая из этого единый объединенный продукт. И здесь перед нами есть четыре различные показателя, и, вероятно, вы о них уже слышали. Все, у кого есть уже учетная запись гласнот. И, кстати, все эти инструменты доступны для всех подписчиков гласнот продвинутого уровня. Вы также можете бесплатно их посмотреть на пробном периоде. Они доступны в дэшборде биткоина по восстановлению из медвежьего рынка. Вы видите два различных элемента. А эти два дэшборда говорят сами за себя. Здесь вы видите экстремумы на рынке, а конкретно поведенческая модель на низах рынка. А по мере движения вперед, мы переходим к восстановлению биткоина от медвежьего рынка, когда меняется поведение и обычно показывая дно рынка. А затем, происходит ли движение по восстановлению вверх, рост популярности, прибыли и так далее. Итак, четыре инструмента, на которые мы смотрим, это коэффициент MVRV, на котором мы остановимся поподробнее, так как это на самом деле суть. И у нас есть серия дэшбордов, в которой мы объясняем, как это работает для биткоина эфира. Также мы посмотрим на SOPA, на Puel Multiple и на резервный риск. И четыре данных объекта берут данные из совершенно разных частей рынка. Коэффициент MVRV показывает нереализованные прибыли или убытки, то есть каков сейчас рынок прибыльный или убыточный. SOPA показывает реализованные прибыли и убытки, то есть что образуется у пользователя при процессе траты. Puel Multiple показывает доход майнеров, в сравнении с годовым уровнем. А резервный риск – это показатель, основанный на продолжительности жизни, он показывает сколько монеты дней было аккумулировано рынком. Он отслеживает компонент ходлеров и продолжительность жизни монет. И когда мы эти данные собираем вместе, нам нужны совпадения между нереализованными прибылями и убытками, реализованными прибылями и убытками, доходами майнеров, а также поведенческие типы образования и завершения монеты дней в рынке среди ходлеров и продолжительности жизни. И без лишних слов, давайте приступим, но также напишите мне в комментариях, нравится ли вам такой контент. Это новый концепт и новая идея отображения информации, направленная на дистиллирование всех ончинь данных, что у нас есть, в инструменты, более понятные для пользователя и еще более визуализированные. И как я говорил в начале, все пользователи с продвинутым уровнем и выше получат к ним доступ. И перед самым началом скажу, что у нас начинается вебинар по работе с MVRV. Так что мы затронем этот дашборд MVRV в самом начале, но гораздо глубже и подробнее мы его изучим на нашем вебинаре, ссылка на который будет также в описании. Итак, поехали. Итак, как я упоминал уже, это дашборд по созданию коэффициента MVRV. Ссылка на него будет в описании под видео. И полностью этот инструмент мы рассмотрим с вами на начинающемся скоро вебинаре. Но сейчас я расскажу о нем скользь. Конкретно этот дашборд работает на биткоине. Коэффициент MVRV прибыли и убытках. И кстати, вы можете открыть эквивалентную версию, но только для эфира. То есть сможете изучать оба основных актива. И причина, почему я хочу на нем остановиться, заключается в концепте, который мы будем использовать, используя все эти четыре показателя. Так что для меня важно рассказать о этом конкретном концепте. Мы здесь с вами видим в коэффициенте MVRV этот цикл между вершинами и низами. По всем нашим изучаемым четырем показателям. И здесь внизу вы видите, что мы можем нарисовать горизонтальную линию, сказав, вот так выглядит экстремум. Но откуда нам знать, что эти уровни продержатся долгое время? Как мы видим, конкретные вершины, MVRV, со временем становится все меньше и меньше. Из рынка уходит волатильность, а биткоин крупнеет. Будущее неизвестно, и уверенности становится меньше. В том, каков будет долгосрок. Так что рисовать горизонтальную линию на графике, это ок, но не идеально. И в этом исследовании мы вам показываем методологию, с помощью которой можно понять, сколько дней ниже или выше этого конкретного уровня. Например, для этой красной кривой, если мы находимся всего лишь 10% выше этого уровня, то вероятность сценария для MVRV нахождения выше этого уровня будет невысокой, так как вероятность 90% того, что мы будем ниже. Аналогично и для низких уровней, когда мы находимся очень низко, с менее 15% всех дней торговли, когда мы находились ниже этого уровня. И если вы верите к возврат к среднему, то можете ожидать большую вероятность того, что произойдет разворот в обратную сторону. Вот такой вот изначальный фреймворк, в котором мы смотрим, сколько дней мы провели ниже или выше определенного уровня, и происходят ли определенные события. Но проблема с горизонтальной линией в том, что рынок может измениться. Мы просто не знаем, каким будет будущее, а циклы биткоина могут эволюционировать. Это все довольно изменчиво и, честно говоря, рандомно. Мы можем попытаться быть более точным, используя определенные проценты. Но мы также можем использовать статистику. И данная модель, представленная синей кривой, является скользящим средним за все время для MVRV. И как вы видите, обычно она сидит буквально прямо в середине. Как видно отсюда, наиболее глубокие медвежьи рынки торгуются значительно ниже нее, а яростные бычьи рынки торгуются значительно выше. То есть она буквально в середине, это историческая середина. И все из вас, кто знакомы со статистикой, могут посмотреть на стандартное отклонение, по сути означающее, как далеко от этой середины мы отклонились, с точки зрения статистики. Так что в этой модели мы вычили одно стандартное отклонение, а также добавили одно стандартное отклонение. И вы видите, что данный показатель стал более подвижной и мобильной кривой. Но со временем он адаптируется и развивается, так же как и M-верви, то есть по мере развития рынка с течением времени. У нас появляется больше уверенности, основываясь на статистическом отклонении. Мы смотрим на нечто более надежное, чем просто горизонтальная линия, что в большинстве является пальцем в небо, в надежде, что ничего не поменяется. И с наличием этого фреймворка мы можем начать определять уровни, в которых мы находимся выше этого уровня с плюсом одного стандартного отклонения. А эти зоны в синем означают минус одно стандартное отклонение, где мы ищем экстремумы, основываясь на статистических моделях, вместо того, чтобы тыкать пальцем в небо, основываясь на горизонтальной линии. И, как вы можете догадаться, мы можем применять такой же анализ и такое же исследование для нескольких других показателей. Некоторым из них потребуется какое-то время для подтверждения правильности формата и что они показывают адекватные данные. Но это именно то, что мы пытаемся сделать с этим новым дэшбордом, который мы только что запустили. Поэтому здесь мы все пытаемся объединить вместе. Это аналогичный фреймворк, который мы только что посмотрели на примере MVRV. Применяется тот же концепт, но только для четырех секторов. MVRV, SOPA, Pure Multiple и резервированный риск. И давайте посмотрим, сможем ли мы объединить их и посмотреть, сколько из этих сигналов скажут нам, что мы экстремально наверху или экстремально внизу. Этот дэшборд вы сможете найти и, как я уже говорил, он доступен для всех подписчиков, имеющих продвинутый статус и выше. Ссылка будет в описании. В меню вы найдете его под разделом сигналов. И он чейн данный на биткоина. А здесь восстановление биткоина от медвежьего рынка, который мы рассмотрели ранее. Дэшборд, который следует за этими событиями, отображенными в синем. Посмотрите эти крупные события капитуляции, где мы видим поведение инвесторов, похожих на дно рынка. После чего мы начинаем искать события, похожие на восстановление и движение в противоположную сторону. Мы ищем такую последовательность. А здесь мы посмотрим на конструкции того, как образуются эти сигналы. Я их называю двоичными сигналами. И здесь мне важно то, что MVRV находится сверху, означая единицу, или снизу, означая минус единицу. То есть это экстремальное значение отклонений. Минус один, плюс один — стандартное отклонение. А что у нас посопа? Она показывает плюс один или минус один. Если она не сверху, то скорее где-то у середины, находясь внутри основного коридора отклонения. То есть показывает ноль, и мне не важно, что с ней происходит. Так как мы ищем значительное отклонение сверху или снизу. Вот что означают эти цветные прямоугольники. Зеленый — это MVRV. Он может быть сверху, означающий экстрим, или снизу, означающий также экстрим снизу. Здесь у нас с вами сопа, означающая реализованные прибыли-убытки, показанные в желтом. Синяя отражает доходы майнеров. Далее пьюл-малтипл и зарезервированный риск, означающий поведение ходлеров. А черная линия, которую вы видите сверху, представляет собой семидневное скользящее среднее, экспоненциальное, по всем этим четырем данным. В итоге мы видим, сколько из этих четырех сигналов одновременно включаются. И если все четыре из них загораются в течение семи дней, то итоговый сигнал нам покажет значение один. Но также он начинает отключаться и возвращаться снова по мере того, как эти бинарные сигналы включаются и выключаются. И если говорить о крупной картине в целом, то мы посмотрели на этот снэпшот. А сейчас мы пойдем по каждому из этих индивидуальных индикаторов и попытаемся разобраться в них, глядя с разных точек зрения. Но, как вы сами видите, они буквально показывают очень-очень перегретые состояния рынка. Они отработали обе вершины 2013 года. А также вы видите, что они отработали и понизам. Они показывают периоды времени, когда поведение инвесторов и поведение майнеров, большинство этих элементов, показывают нам наличие аналогичных поведенческих паттернов за пределами этого статистического отклонения. Так что, для представления общей картины, давайте поговорим, что представляет собой поведение инвесторов. Так как очень хорошо посмотреть и сказать, о, посмотрите, это высокий уровень или низкий. Но что это значит? Что на самом деле это нам говорит о поведении инвесторов? И в этом случае данные ончейн, по крайней мере, на мой взгляд, представляют особый интерес. Они показывают нам поведенческие паттерны всех, кто совершает транзакции в ончейн. Или, если мы говорим о резервированном риске, не совершают транзакции, как MVRV, так как монеты, которые содержатся у людей, дают нам сигнал. Пользователь решил их тратить или решил не тратить. Все эти решения появляются и видны в данных ончейн. Давайте представим эйфорийный высший рынок, движущийся со скоростью метеорита. Каждый человек в этом окружении видит рынок, который стремится еще выше. Какое типичное поведение мы здесь будем видеть на этих исторических вершинах, в наиболее перегретых сегментах рынка. Что ж, MVRV показывает нам, что в рынке находятся огромные нереализованные прибыли. У всех портфели залиты зеленым цветом, а все с ними сидят и радуются, говоря, замечательно, подожду еще. Но помните, в этот момент времени, когда инвесторы достаточно насмотрели зеленки, говорят, «Ммм, мне нравится эта цена. Честно говоря, мне нравится биткоин, но мне также нравится эта цена». И в какой-то момент времени достижение уровня нереализованной прибыли становится неустойчивым, так как люди становятся слишком рады и начинают продавать. И СОПА является результатом этого. Реализуется ли в продаваемых монетах достаточно прибыли? Чем дольше монеты удерживают, и чем раньше эти монеты были получены, если люди их покупали на дне предыдущего медвежьего рынка, это те люди, кто зашли на дне медвежьего рынка, веря в биткоин, когда другие не верили. И если они начинают продавать, то у нас появляются умные деньги. Мы либо видим СОПА на более высоком уровне, мы видим, что все, кто продают эти монеты, они зарабатывают, получая большие прибыли. Все те, у кого образуются самые большие прибыли, превалируют в этих продажах, что обычно являются умными деньгами. Теперь Puel Multiple. Данная модель показывает прибыли майнеров в отношении к прошлому году. Майнеры производят. Если вы представите майнинг 900 биткоинов по текущей цене в 23000, представьте, если цена дойдет до миллиона. Это все те же 900 монет. Но объем капитала, необходимого для того, чтобы переварить эти 900 монет, значительно больше. В большей цене. И особенно если рынок растет очень быстро, стимул для майнеров потратить эти монеты становится больше. Забрать эти деньги, рассчитаться с акционерами и реинвестировать. И все это начинает быстро расти. И, продолжая разговор о резервированном риске, по мере того, как все это завершается, количество ходлеров достигает исторического минимума. Резервированный риск – это обратный индикатор, то есть стремится выше, когда ходлеров очень мало. И наоборот, стремится вниз, когда ходлеры доминируют. Так что во время пика рынка у всех на руках значительное количество нереализованной прибыли. А у тех, у кого находится наибольшее количество, начинают продавать. Что также значит, что те ходлеры, у которых находятся значительные прибыли, начиная тратить, создают умные деньги, видя, что цена на биткоин высока. А для майнеров затраты на производство становятся экстраординарно прибыльными. Особенно в отношении к прошлому году. Все эти события, достигая вершины, объединяются для начала распределения. Они создают ощущение монет, снова вымывающихся внутрь рынка. Но что происходит внизу медвежьего рынка, в абсолютной его пропасти? Что ж, совершенно противоположное. У людей на руках значительно нереализованные убытки. Единственные, кто сможет пробиться через эту боль, видя всю эту красноту и все же не продавая, это те, кого мы увидим зарезервированным риски. Те, кто держат эти монеты, у кого они находятся на руках, несмотря на все эти ужасы и наличие красных свечей. Но те, кто все же начинают продавать, это люди, которые покупали на вершине. Это и есть капитуляция. Они вымываются с рынка. И последнее, это Puel Multiple. То, через что мы только что прошли. Мы видели начало разворота хэша риббона, майнеров. Майнеры начинают капитулировать, обычно продавая монеты на экстремумах. Либо очень-очень прибыльно во время бычьих рынков, либо под стрессом на самом низу медвежьего рынка. И так уже выязвимый и израненный рынок. Так что это то, что эти индивидуальные индикаторы пытаются смоделировать, каждый отдельно. Но наша задача объединить их вместе. Итак, здесь внизу вы увидите индивидуальные сигналы. Для MVRV вы увидите моменты во времени, когда именно он прорывается над этим диапазоном. А также вы здесь видите, например, SOPA, где ее итоговый компонент выглядит гораздо более резким. MVRV отображает непродолжительный сигнал на вершине, а SOPA намного более реактивная и быстро реагирующая, помогая действительно усовершенствовать модель, свести итоги к более узким результатам, при этом предоставляя реализованный и нереализованный майнинг по всем этим секторам. Здесь мы видим, что Puel Multiple находится где-то в середине между MVRV и индикатора SOPA с точки зрения его чувствительности. А индикатор резервированный риск, и кстати, здесь он выпущен в виде Multiple зарезервированного риска, что значит мы делим резервированный риск на среднее значение за год, что дает нам довольно хороший горизонтальный осциллятор. Некоторые из них мы еще доработаем, чтобы данные были представлены аккуратно, а также чтобы убедиться, что статистические модели работают хорошо за большой период времени, сглаживая некоторый шум. Но буквально для каждого из них мы настроили очень похожие полосы отклонения и используем их для того, чтобы определить, когда рынок внутри или вне этих диапазонов. Так что когда мы дистиллируем все эти четыре показателя вместе, то смотрим, сколько из этих четырех показателей и в какой момент начинают сигнализировать. Итоговые значения мы сглаживаем, используя средний скользящий за семь дней для того, чтобы получать поведение больше похожее на сигналы, а не незамедлительные. Например, в этой зоне, приближающейся к вершине, сработали ли все четыре из этих показателей одновременно. В итоге всего лишь пару дней. Сигнал не был мгновенным, потому что мы его сглаживаем, убирая ежедневный шум. Но все эти значения цифры могут быть настроены и улучшены. Если вам интересно, вы можете зайти на этот рабочий стол сами, сделать себе копию и поиграть с различными параметрами на ваше усмотрение. Но в любом случае, итоговой целью является определение момента, когда все четыре этой сигнала дают нам схожую характеристику. Говорят нам о поведении инвесторов, когда мы видим начало движения вверх или движение вниз, накладывая еще один слой статистики для того, чтобы быть дополнительно уверенным. Чтобы определить, действительно ли что-то здесь происходит. И это происходит внезапно. Но не забывайте, что рынок всегда будет изменчивым. Даже если мы объединяем, комбинируя эти показатели вместе, в виде, как они нам говорят, похожую историю, произойти может абсолютно все что угодно. Вы должны помнить, эти инструменты никогда не смогут предсказать будущее. И никакой индикатор этого не сможет сделать. Здесь мы с вами пытаемся увидеть поведение инвесторов. Актуальные поведенческие паттерны, которые обычно мы видим при экстримумах. Объединяем и смотрим, произошло ли совпадение, описывающее события, которые были в прошлом, применяя это к тому, что в настоящий момент мы с вами наблюдаем. И как всегда, если у вас есть любые вопросы на эту тему, пожалуйста, свяжитесь со мной в комментариях. Напишите, нравятся ли вам конкретно эти модели, так как это помогает мне и моей команде создавать то, что людям помогает разобраться, что сейчас происходит в мире, хоть это и довольно запутанно. Спасибо за то, что вы были с нами во время этого выпуска. Надеюсь, что вам это понравилось и было полезным. Доступ к данным дэшбордам вы можете получить, имея доступ продвинутый и выше. Ссылка будет в описании. Напишите, если у вас есть комментарии и дополнения, если вам нравится, и вы находите полезными данные инструменты, а также их используете, объединяя вместе различные ончейн данные, выжимая их до более применимого состояния, нежели просто отдельные метрики. Расскажите мне об этом в комментариях, а я буду ждать встречи с вами в следующем видео. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok